Он открывает дверь еще раз в эту комнату. Смотрим. Не открывай! Воу! Это длинные волосы, потому что они в основном женского пола. И прыгают на одной ноге. Посмотрите, она не ходит как человек. Это реально домовой, которого удалось поймать людям. Любят тут шалить вот так вот. Они шалят в домах, двигают предметы. А еще они очень любят что-нибудь поджигать. Вот смотрите. Воу, загорается! Смотрите, друзья! Видимо, в этой комнате он погиб. И оно вернулось в эту комнату, чтобы не дать этому дому разрушиться. Но все равно его взрывают. Это как будто бы, смотрите, живой слайм. У него язык. Она вынула свой язык. Это какой-то организм. Не иди к ним! Лочек света, смотрите. Это как голова выглядывает любопытная. Это как инопланетянин. Догоняй его! Он исчез. Это была дорога или поле битвы, где погибали люди. И вот оно вернулось, смотрите. С той эпохи, с которой он к нам сюда вернулся, не было в этом месте забора. И он, видимо, просто переходит поле боя. Громная грязевая речка. И вот она снесла часть дома. Посмотрите, часть дома стояла на... Где самолеты, два истребителя преследовали неопознанный налетающий объект. Появилась тарелка. Это... Это существо нам бросало... Вау! Дверь закрылась в комнату. Смотрите. Эту же девочку пригласили в студию. Сказали, что это все монтаж. И попросили, друзья, ее на всех... При всех на камеру моргнуть. Сказали, что... Нам в студию поступили жалобы, что, типа, вы тут монтируете глаза и подставляете рептилоидные. Та девочка смеется, говорит. А что в самом деле? Конечно, моргну. Моргнула, смотрите. Я обычный человек. Все нормально. Это был просто, наверное, монтаж. Вам показалось. Вот. Друзья. Вау! Смотри! Второй раз! Посмотрите, вот еще один случай. Вот! Смотрите. У нее исчезли зрачки с глаз. Досмотри это видео до конца. И напиши в комментариях, сколько раз и в какое время появился в серии котик. Первые правильные комментарии мы покажем в следующей серии. А ты сможешь подписаться и поставить лайк за три секунды. Раз, два, три. Молодец! Спасибо! Ты настоящий искатель приключений. Самый загадочный. И паранормальные явления, снятые на скрытую камеру. Всем привет, друзья! В чем канал? Валеришка Геймс! Напишите, кто из нас сегодня больше испугался и сколько раз ты. Начинаем! Так, смотрите. Ехали на машине. Получается, через какой-то лес посадку, дорога. Девочка стоит в полнейшей темноте и палит под собой костер. Зачем она это делает? Непонятно, друзья. У нас горит. Это какой-то ритуал, наверное. Вау! Глянь! А что у нее на лице? Посмотри! А что у нее с глазами? Ребята, ну можно было такое подстроить, но если бы не глаза, конечно. Смотрим дальше. Так, это какая-то... Заброшенная лаборатория или что это такое? Какое-то здание. Дом просто заброшенная. Так это не просто дом. Таких домов не бывает. Длин, какие у него окна узкие. Такое ощущение, что это какая-то лаборатория по какому-то изучению. Выглядывает кто-то! Вы кто? Ты кто? Не иди к ним! Лучек света. Смотрите, это как голова выглядывает любопытная. Это как инопланетянин. Догоняй его! Он исчез. Ребята! Это как будто бы был гуманоид с какого-то НЛО. Смотрите, выглядывает треугольная голова, как в фильмах. Смотрите. И глаза светятся. И он исчезает. Смотрим дальше. Это было заснято в небе, друзья. Тоже на камеру. Как будто бы это какой-то неопознанный летающий объект. Или как будто это какая-то ведьма в своей ступе. Посмотрите, она имеет прямоугольную форму. Что? Это не птица. Это не птица, да, друзья. И даже не человек. Птица такими не бывает. Сегодня еще очень много крутых, загадочных, паранормальных и необъяснимых явлений. Оставайтесь с нами. Это привидение. Смотрите, было заснято в лесу. Смотрите, вот оно появляется. Призрак. Оно абсолютно прозрачное. Видимо, здесь, в этом месте, когда-то погиб человек. Это могло произойти и во время войны, и во время чего угодно. Потому что призраки, независимо от того, в какой момент они погибли, они возвращаются на то же самое место. Даже, может быть, на этом месте, в этом лесу находилось в то время совсем не лес. Может, это была дорога или поле битвы, где погибали люди. И вот оно вернулось. Смотрите, друзья. Так, смотрим следующее. Скрытая камера. Ночью. Снимает ночью. Двор или дом. Или что это такое? Это двор. Кошка идет. Ага. Ну, кошка. Черная. Ну, обычная кошка. Исчезает. Ребята, она шла и исчезла. Посмотрите. Она медленно исчезает, как будто бы растворяется. Друзья, смотрим дальше. Ангел, смотри. В небе люди засняли настоящего летящего ангела белого. Ну, надеюсь, ребята, это не монтаж. Очень правдоподобно снято. Непонятно, друзья. Очень похоже. Очень похоже, да. Смотрите, в юбке это женщина, видимо. Так, смотрим дальше. Женщина такая. О, в стену идет. В стену? Прошел забор. Друзья, насквозь. Смотрите, выходит мужчина из здания. Он в костюме 17 века. В мундире, в шляпе. Идет, идет, идет. И проходит в забор. Видимо, с той эпохи, с которой он к нам сюда вернулся, не было в этом месте забора. И он, видимо, просто переходит поле боя. Или дорогу. Может быть, это был какой-то полководец. Друзья, смотрите. А это сель, которая, смотрите, земляной оползень. Это страшное природное явление, когда сходит после дождей с гор всякая грязь, вода с травой, со всякой вот этой мачмалой спускается. И она может за собой унести. Она обладает очень огромной силой. Смотрите, она спускается, как речка течет. Огромная грязевая речка. И вот она снесла часть дома. Посмотрите, часть дома стояла на ее пути. И она его реально снесла. Смотрим, ребята. Этот случай был снят на Кавказе. Это реально домовой, которого удалось поймать людям. И они на него, смотрите, одели ошейник. Вот. Чтобы он никуда не убежал. Посмотрите, такого маленького человека быть не может. Они его водят на поводке. И монтаж такой сделать невозможно. Если это даже какой-то фейк. Это может быть не только какая-то маленькая обезьянка или животное. Смотрите, домовой. Вот такие вот домовые живут в некоторых домах. И у них есть много разновидностей. Они в основном вот такие вот лохматые, длинноволосые. У них длинная шерсть, как у зверюшек. А это, ребята, было заснято на каком-то заводе возле станка. Приползла вот такая вот фигня. Это как будто бы, смотрите, живой слайм. У него язык. Она вынула свой язык. Это какой-то организм. И обратно его всовывают. Она вся зеленая, но язык у него какой-то розовый. Она живая. Смотрите, это не подделка, не монтаж. Это живое существо. Причем я таких никогда не видел. Ни в природе, ни на видео, нигде. Я нигде не видел. Я тоже не видел. Чудо-юдо какое-то. Так, смотрим дальше. Опять какая-то ночная. Смотрите. Это какое-то загадочное существо, которое прыгает на одной ноге. Ходят легенды, что в джунглях Азии водятся вот такие вот одноногие существа. Их даже целые племена, которые прячутся от людей, ведут очень обособленный образ жизни. Их отличительная черта это длинные волосы, потому что они в основном женского пола и прыгают на одной ноге. Посмотрите, она не ходит как человек, она скачет. И очень худая, и довольно маленькая. То есть она меньше человека. А этот случай был заснят при разрушении дома. Взрывали дом старый, который должен был идти под снос. И смотрите, в нем летает призрак, привидение, которое видимо сопротивляется. И не хочет, чтобы этот дом сносили. Это дом очень старинных времен. Здесь когда-то происходили, видимо, очень странные вещи. И здесь погиб человек, привидение которого вот находится в этой комнате. Видимо, в этой комнате и он погиб. И оно вернулось в эту комнату, чтобы не дать этому дому разрушиться. Но все равно его взрывают. И он рушится, друзья. Так, следующий наш случай был снят с самолета. НЛО, неопознанный летающий объект, летающая тарелка, преследовала самолет. Преследовала этот рейс. Посмотрите, сняли люди со своего окна самолета. С телефоном. Да, и снимают, как летит НЛО рядом с самолетом. Для чего-то оно его сопровождало. Ребята говорят, НЛО просто так не появляется. Значит, что-то здесь пойдет не так или может пойти не так. Оно его сопровождает. Видимо, на этом самолете летят какие-то, может быть, важные люди. Непонятно. В прошлой серии мы вам показывали сюжет про рептилоидов. Про вот эту девочку, у которой, смотрите, периодически возникают такие фишки с глазами. Она становится как будто бы рептилией. Есть такой тип людей. Мы рассказывали вам в прошлой серии. В этой серии мы решили снять продолжение. Эту же девочку пригласили в студию. Сказали, что это все монтаж. И попросили, друзья, ее на всех, при всех на камеру моргнуть. Сказали, что нам в студию поступили жалобы, что типа вы тут монтируете глаза и подставляете рептилоидные. Эта девочка смеется, говорит. А что в самом деле? Конечно, моргну. Моргнула, смотрите. Я обычный человек. Все нормально. Это был просто, наверное, монтаж вам показалось. Вот. Друзья. Вау. Смотри. Второй раз. Второй раз, друзья. У меня аж мурашки бегают. Она настоящий рептилоид, друзья. Это такой тип людей, которые как будто бы рептилии, облеченные в кожу человека, в обличие людей, имеющие форму человеческого тела, живут среди нас. Она просто шла, она просто сидела, что-то смотрела. Посмотрите, вот еще один случай. Вот. Смотрите. У нее исчезли зрачки с глаз. Вернее, они стали как будто бы прозрачными и узкими. Тоже телеведущая на телевидении. Камера поймала этот момент. Они живут среди нас. Друзья, это был заснят момент возле военной части, где самолеты, два истребителя преследовали неопознанный летающий объект. Появилась тарелка, и истребители его преследовали, чтобы спросить, собственно, с какой целью ты тут летаешь, но не смогли выйти на их частоту, чтобы задать этот вопрос. Так, друзья, смотрим дальше. Они же язык не знают. Ангелы в небе. Смотрите, друзья, это тоже было заснято на камеру во время вечерней, в сумерке летают как будто бы ангелы по небесам. Посмотрите, друзья, напишите, какой сюжет вам сегодня понравился больше, поддержите лайком это видео. И смотрите, друзья, на закусочку полтергейсты, которые живут в домах. Открывается сама дверь, смотри, поехала. Ну да. Поехала. Они любят тут шалить вот так вот. Они шалят в домах, двигают предметы, а еще они очень любят что-нибудь поджигать. Вот, смотрите. Вау, загорается, смотрите, друзья. Такое не подстроишь. Само по себе загорается какой-то тряпкой или предмет. Что это такое, ребята? Полтергейсты очень любят шухарить в домах, особенно с двиганием предметов и пуганием людей, их хозяев. И вот парень рассказывает еще один, что у него на втором этаже в его комнате недавно завелся полтергейст. Он начал обращать внимание на то, что предметы находятся не на своих местах. И в комнате его постоянный бардак, хотя он там заявляет, что убирает. Вот, смотрите, кучу предметов это существо набросало. Вау, дверь закрылась в комнату. Смотрите, друзья, разбросало все вещи, закрыло дверь. Он спускается вниз. Сейчас он, ребята, вам покрутится. Это невидимое существо, разновидность домовых. Он открывает дверь еще раз в эту комнату. Смотрим. Не открывай! Воу, видела с какой скоростью? Кто-то пронесся, друзья, пролетел. А ну еще раз, посмотрим. Очень быстро! Так, значит, все-таки оно обладает плотью. Значит, все-таки его можно увидеть. Ребята, оно было черно. Оно было черно и очень быстро перемещалось. Человек так быстро перемещаться не может. Друзья, поддержите лайком это видео и напишите, какой сегодня сюжет вам понравился больше. Проголосуйте в комментариях, друзья. Смотрите все новые серии на наших каналах, на которые вы, может быть, еще не подписаны. Все ссылочки в описании. Не пропустите. Мы стараемся, друзья, только для вас. Потому что вы у нас кто? Самый лучший. Мы всех очень любим. Всем пока-пока!